привет мы на связи мистер ваппл и сегодня мы снимаем тот автомобиль который мне очень не нравится вы спросите а зачем ты ее взял а я вам отвечу потому что мне очень любопытно почему вокруг меня все люди говорят о том что это классная машина нам очень нравится здорово все смене и пишут а я к ней не испытываю никаких эмоций поэтому я хочу не просто разобраться это я такой плохой или все же она такая плохая у нас сегодня skoda kodiaq 14 чипована и на коробке dsg вы сами понимаете от этой набора слов вам уже становится страшно мне очень страшно чипованы 14 на коробке dsg это просто мне кажется легче до porsche просто ездить и не париться ладно это как бы лирика и это только исключительно этот вариант по поводу скорости мы еще посмотрим как она едет но мне интересует другое кому нужен этот автомобиль в моем понимании все автомобили делятся на определенные классы которые удовлетворяют вашим потребностям есть автомобили просто семейный автомобиль есть автомобиль для понтов есть автомобиль просто рабочая лошадка который зарабатывает вам деньги есть автомобиль повседневный поджопник есть спорткар который вы хотите зажигать есть понторезка так вот этот автомобиль непонятно к чему относится он не понтовый не надежный не экономичный и семейным я его не назову По той причине, что он стоит тридцатку. Вот этот на 1.4 стоит тридцатку. Мне кажется, слишком как-то жирно для простого семейного автомобиля. Надежность конструкции, конечно, на минус, сами понимаем. Но мне интересно, сколько он едет 0 и 100. И, в принципе, 200 он поедет или нет. Так что сейчас мы пропустим машины и поедем. Поехали. Что за тупо было вообще непонятно, а? А, я типа эко-режим. Подожди, надо же спорт включить. 100. Так, и теперь посмотрим, сколько он поедет. 160. Снимочки так лучше видно. 180. 190. Так, нам захотели на дорогу выскочить. Опять разгоняемся до 190. Она 200 разгонится или нет вообще? 190. Все. О, можно заснуть, наверное. Наверное, ограничитель стоит. Больше 190 не едет. Все, ограничитель на 190 как бы. Ну, я скажу, что при скорости 190 так же, как и в джилле ее болтает. Я даже боюсь перестроиться резко. Слушайте, пока я езжу на этом автомобиле полдня по своим вопросам, я заметил только, первое, в ней есть ручка для руки. Это хорошо. Второе, она большая. Как бы это примитивно не звучало, но да, это плюс. Она просто большая. И это удобно. Сзади много места для пассажира. Я прекрасно понимаю, что каждая личность жизни определяется своей точкой развития какой-то. И у него свои точки опоры, на чем он складывает свое мнение. Но на сегодняшний день я не понимаю этот автомобиль. И мне здесь противно находиться. Я не понимаю, зачем люди берут вот это вот все, что здесь находится. Здесь вот из того, что приятное в салоне лицезреть, только два момента. Вставочка от Audi какой-то лакированная, где климат-контрольное управление. И здоровенький доволдажник коробки. Все. Панель это с магнитовой, которая вообще уродливая, как в джилле находится, сенсорная. Даже на кнопке нет отклика. Ты не понимаешь, нажал ты или не нажал. Как будто старый LG телефон держишь какой-то в руках. Я не знаю, как в джилле. Хочу вам, друзья, еще показать этот салон. Смотрите, что на себя представляет. Реально. Просто пустышка, ничего нет. Здесь же ключ простой. Вот эта часть только немножечко симпатичная. Ну, просто она от Audi. Ну, и на балдажник, как я уже говорил. А еще мне, знаете, что понравилось? Ну, скажи, не понравилось, а прикольнуло. Смотрите, что здесь есть. Хоп. Перевернул простой бардачок. Интересная балалайка, да? Ну, и подлокотник разъезжается. Тоже прикольный фиксируется. Ну, это так, стандартные ваговские решения. Безэмоциональные. Ну, положите. А, еще. Два USB. Один здесь, а один вот здесь сзади есть. Все. Как такое вообще можно было сделать, скажите? Как? Машина 21 века, два USB. Вы что, издеваетесь? И не позиционируйте себя как семейный автомобиль для, скажем так, большого количества людей, которые продвигаются на какое-то энное расстояние. Когда я брал прокат автомобилей, другие для тестов, они вызывали у меня эмоции. Мне реально было интересно. Джилли, что за Джилли, прикольно там. Тот же Atlas, когда мы брали. То есть, это было как-то, ну, неожиданно. Ну, прикольно, интересно. Про мустанки я вообще молчу? Я хлопал в радуши еще двое суток наверху. А взяв эту, я сегодня был целый день с каменным лицом. Просто с каменным лицом. Она просто подарила мне маленькое спокойствие. Я был спокойненько. Пришел, забрал. Сейчас вот покатаемся с ними. Ноль, 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 ноль. Ноль, вот он. Она вызывает у тебя какие-то двойные стандарты. Потому что красивые ливни, интересные фары. Новые углы, которые привлекают внимание. Но ты понимаешь, что это ВАК, это ДСГ, это ТСАЙ. И у тебя сразу же просто хочется блевать от всего этого. Итак, плюсы. Шумоизоляция в арках. Двери закрывает нижнюю часть порога. Но много места для задних пассажиров. Наличие скрытого скребка в машине. Шпонтовая линия между капотом и крылом. Это просто большой автомобиль. Минусы. ТСАЙ двигатель. Коробка ДСГ. А раздутая. Шкода Рапид. Понятно, что да, она разная. Но вот ощущения, которые здесь складываются. Это реально просто Шкода Рапид на максималке. Все. Немножечко залифтованное, так сказать. Не более того. Я понимаю так, что каждый автомобиль в определенном сегменте должен дарить какую-то тебе пользу. Где-то понты, где-то эмоции, где-то комфорт, где-то понимание надежности, где-то экономичность. Здесь я ненавижу ни одного большого плюса в этом автомобиле. Надежность минус. Комфорт. Ну, как и в любом другом новом автомобиле, ни более, ни менее. Понты ноль. Эмоции ноль. Только что... И реально, этот автомобиль только для одного сегмента людей. Если ты хочешь спокойствия автомобиля, то есть просто купить машину, чтобы она тебе не дурила голову. Это нужно кем быть, чтобы 34 косаря на это вывалить? У нас много дорогих машин в городе, но они все понтовые. Они дарят тебе эмоции, какие-то драйв тебе дарят. Какое-то, скажем, настроение сюда заряжают. А это просто непонятный кусок металла какой-то. Сто процентов меня захотит в комментариях, мол, ты ничего не понимаешь. Да, я ничего не понимаю. Я с вами полностью согласен. Но на сегодняшний день я не вижу никакой глобальной положительных, скажем так, черт в этом автомобиле. Кроме того, что компания ВАГ немножечко на вас и заработала. Ну, скажем так, не немножечко, а так нормально заработала. Продала вам Октавию в два раза дороже. Красавцы. А, кстати, этот же автомобиль идет на платформе MQB, по-моему, называется. И у них много очень соплеменников. Сейчас я скажу. A3, A1, Q2, Q3, Audi T3 поколения. Куча Seat, разумеется. И ко всему этому Skoda Kodiaq. Volkswagen Arteon, кстати, на этой же базе выпускается. А мне-то было очень интересно поездить на Volkswagen Arteon. А он, оказывается, такой же будет практически. Jetta 7, Passat 8, Polo 6, Volkswagen Terramont тоже. Ну, короче, половина ВАГ-группы ездит на этой платформе. Конечно, в этом есть бонус. Скажем так, взаимозаменяемые запчастей и, может быть... А, знаете, для кого это выгодно? Для этого выгодно для компании ВАГ. Они зарабатывают еще больше, потому что у них очень много автомобилей на одной платформе. Мы от этажа ничего не выиграем. Кстати, интересно, коробка принудительную выключает или нет? Держит передачу? Не держит передачу, разумеется. Но это же DSG. Скажите, Skoda Kodiaq 30 тысяч долларов ты купил? При наличии что-то зарабатываешь 5 месяцев. Ну, какие варианты? Ничего, Skoda Kodiaq либо, допустим, Highlander тот же. 30 тысяч. Ну, это от 80. Нет, это дешевле. Это стоит 25, наверное, в ревушной. Ну, трехлетняя 25 будет стоить. Это новая 30. Ну, она в средней капитации. Максимально 35. Ну, наверное, все-таки Highlander. Все, спасибо. Пожалуйста. Нет. Спасибо. Хоть другую? Не на это. Не на это. Все, спасибо. Хорошего вечера. Нет. Нет? Пора иди, молодцы. Хорошего вечера. Давай, классная тачка. Ты взял бы? Да. Окей, все, спасибо. Это просто семейный. Семейный? Я не знаю. Наверное, здесь 10. Если я совсем другого принципа к автомобилям, подбору автомобилей, я бы собрала лучше деньги на какой-то ретро-вариант, какое-то что-то эксклюзивное. А вот... В общем, это бы вы не купили. Нет, она прикольная, но классная. Наверное, для вот меня малыша очень удобная. Но если бы вы так поставили задачу, то есть я 5 тысяч зарабатываю, если бы я зарабатывала 30, я бы ее купила, да. Ну, неплохой вариант, наверное, в принципе. Хотя я бы посмотрел в сторону немецкого автопрома, на самом деле. Только бы не малки скорее взял. Все, спасибо. Спасибо вам. Я так и не понял этот автомобиль, для чего он и кому он нужен. Мне просто кажется, в этом мире нас кто-то очень сильно обманывает. Знаете, есть понятие инфо-цыган. В последнее время на них какая-то война вообще организовывается, их очень все не любят. Так мне кажется, что настоящие цыгане это просто ваг-группа. Потому что как так можно было раздуть рапида и всунуть его просто в два раза дороже? Цыгане! Этот тест-драйв был несколько не объективным, потому что лично моя точка зрения, что я против покупки новых автомобилей. Я считаю это очень экономически выгодным и просто непрактично. Но я думал, что этот популярный автомобиль, который всем нравится, может быть, меня переубедит в этом? Нет, не переубедил. Я все равно оставлюсь на своем. Лучше купить двух-трехлетний бэушный автомобиль, чем новый. Пригнать тот же бит из Америки, это будет намного круче, веселее, эмоциональнее и выгоднее, чем просто вот этот кусочек синего железа. А с вами был на связи мистер Ваппл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи.